Тему природы и поговорим о животных, которые, напротив, радуют и дарят нам хорошее настроение. И для этого, что мы сделаем? Отправимся в Ленинградский зоопарк. Лошадь из этого зверинца стала призером престижной выставки Ипосфера 2024. Ее и еще одного участника этой выставки мы уже видим на нашем экране. Слово нашей коллеги Екатерине Скрипцовой. Катя, доброе-доброе тебе утро. Привет, Катя. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Да, мы уже успели познакомиться со звездными лошадьми Ленинградского зоопарка. По правую сторону от меня эстонский клеппер Реллу. И по левую сторону от меня уэльский пони Труфальдина. Ребята, а в кадре прямо сейчас на вас смотрят петербуржцы, которые готовятся начинать этот день. Так что давайте вести себя поприличнее. Наши лошади участвовали, как вы правильно коллеги отметили, в соревнованиях, в выставке, если быть корректнее. И о том, как проходила выставка, о том, по каким критериям судили наших друзей, нам расскажет Елена Громова. Елена, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, по каким критериям вообще оценивают лошадей, может быть, во внешности, какие-то есть параметры, которые важны? Да. Лошади оценивают комплексно, рассматривают голову, затылок, шею, грудную клетку, холку, спину, хруп, поясницу, хруп. Дальше рассматриваем передние конечности, это лопатка, предплечье, запястье, путовый сустав. И дальше задняя конечность рассматривается, бедро, затакательный сустав, плюс, но также путовый сустав. Смотрят на состояние копыт и копытного рога. А насколько я понимаю, такие выставки это не только конкурс красоты, то есть не только на внешность обращают внимание, но и в том числе нужно уметь показать себя, может быть, какие-то команды выполнять. Я знаю, что Труфальдина, у нас талантливый парень, умеет делать ножкой Эть. Да, на выставке это не обязательно, но он у нас очень талантлив, как вы правильно отметили, и умеет поднимать по команде ножки. Ой, боже, ну какой красавец, какой красавец. Елена, еще вопрос такой. Для выставки, естественно, мы знаем, что конкурсом красоты, например, у нас девушки очень тщательно, плотно готовятся, есть какие-то правила по питанию. Есть ли какие-то ограничения по питанию у лошадей? У лошадей, как таковых, ограничений по питанию нет. Главное, чтобы питание было сбалансировано, и чтобы лошадь находилась в хорошей физической форме. Для этого их специально тренируют, чтобы лошадь несла определенную физическую нагрузку. Движение для лошади очень важно, потому что лошадь рождена для того, чтобы двигаться в первую очередь. А вкусняшки можно? Конечно, вкусняшки лошадкам всегда даем, потому что лошадки у нас работают, как правило, за вкусняшку, это называется положительное поощрение, так что можно дать. Ну, коллеги, я предлагаю брать пример с портнокопытных друзей. Вот Рафальдино сейчас очень вкусно морковочку съедает, и не отказывать себе в маленьких радостях по утрам, тем более в такие дождливые дни, чтобы приподнять себе настроение и начинать этот замечательный день в расположении духа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!